Друзья украинцы, этот ролик для вас, распространите его максимально по социальным сетям, ну а что касается россиян, которые может быть останутся сейчас при просмотре этого ролика, можете посмотреть мое отношение к тем, кто пытается вступать в какие-то контакты с Россией. Итак, вот такой инфоповод депутат городского совета Одессы Богдан Гиганов появился на пропагандистском шоу «60 минут» вместе с Кобеевой на телеканале «Россия-1». Эфир с его участием вышел 22 ноября, на это отреагировало сразу большое количество людей, стали задавать ему в соцсетях вопросы, в чем дело, и на что этот разозлившийся предатель отреагировал следующим образом. Ну вот, во-первых, вот его физиономия на «Россия-1», вот тут он красиво стоит, руками размахивает, и вот его пост «Инфовзрыв». Гиганов был на телеканале «Россия-1» в программе «60 минут», ну и целая куча таких удивленных, ошарашенных смайликов. Да, господин Богдан Гиганов, вообще-то это повод, если вы едете участвовать в шоу с воюющей страной. Ребята из этой страны убивают ваших сограждан. Вот последние новости говорят о том, что ВСУ терпит значительные потери за последнюю неделю, а вы едете с ними туда сношаться. О, ужас! Вопят псевдопатриоты. Да не псевдопатриоты, а просто украинские граждане, которые хотят иметь ответы на вопросы. Отвечу просто. Хватит учить меня жить. Идите в жопу, заеб... Мы живем в правовом государстве. Посещение СМИ других стран законами Украины не запрещено. Других стран. Других стран, да. Но Россия, извините, это воюющая страна. Вообще, ко всем украинцам, кто там тусуется, например, такие, как Роман Сынбалюк и прочие, у меня вообще к ним очень много вопросов. Вот все это как-то завуалируется, что вроде бы, ну ничего страшного, поехали, поболтали, вернулись, ну что ж тут такого. Антиукраинских высказываний с моей стороны не звучало, так как я до мозга костей проукраинский. Но в отличие от вас, горлопанов, я вижу Украину мирной и процветающей. Но он имеет в виду, конечно, процветающей в содружестве с Россией. Помнящую и уважающую свою историю. И таких, как я, миллионы. Позицию, по которой мне придется принимать приглашение иностранных СМИ, описал еще две недели назад. Ну все, дальше я читать не буду. А почему ему якобы пришлось поехать в Россиюшку, связано это было с тем, что в Одессе начался демонтаж барельефа кровавого советского генерала Георгия Жукова. На что этот пророссийский, никакой он не проукраинский, а пророссийский, агент и лазучик, написал следующее. Уважаемая общественность, меня, как и вас, возмущает отсутствие реакции центральных СМИ, относительно происшедшего в Одессе почти неделю назад, вопиющего незаконного демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова. Да вот меня лично, если бы я был украинцем, возмущает не отсутствие реакции, меня возмущает наличие вот таких вот гигановых, незаконного демонтажа барельефа. Я бы сказал, наконец-то, наконец-то украинцы стали избавляться от вот этих всех советских идолов. И что касается конкретно маршала Жукова. Господа, читайте книги Суворова и Марка Солонина. Вот эти два человека, мнению которых о Великой Отечественной войне можно доверять. Не читайте, пожалуйста, вот сейчас отдельная сноска, книги Евгения Поросенкова, простите, Панасенкова. Он скоро разродится новой своей величайшей, великолепной, самой замечательной и превосходной книгой, в которой, конечно, слижет концепцию Суворова и Марка Солонина. Так вот, его читать не надо, а этим двоим доверять можно. И оба эти автора, которые серьезно занимались вопросами начала Великой Отечественной войны, в особенности описывают Георгия Жукова как кровавого советского генерала. Он действительно посылал людей на бойню. И, кстати, в немецких источниках у аналитиков Второй мировой войны генерал Жуков вызывает много вопросов, как генерал бездарный, из-за которого погибало людей в 10 раз больше, чем это могло быть. И вот, наконец-то, до одесситов или до украинцев конкретно дошло, и они решили убрать эту физиономию. Этого человека, который посылал ваших дедов, прадедов на верную смерть. Человек, который ничего не понимал в военном деле. Вся его расфуфыренная фигура, как и все остальное, как и, не знаю, там, герой Леонид Брежнев, и там, супергерой Иосиф Сталин. Все это, ребята, дутые фигуры. Рано или поздно, правда, восторжествуют, и все узнают, кто был такой генерал Жуков. И вот эта гнида, самая настоящая гнида, Богдан Гиганов, он возмущен незаконным демонтажом. Мне неприятно выставлять мою страну и мой любимый город в негативном свете на мировой арене, но видит Бог, не я создавал эту картинку. Сообщаю вам, что вынужден, вынужден большим шрифтом, буду принимать многочисленные предложения, от которых ранее отказывался прокомментировать вышеупомянутую ситуацию в СМИ других стран. То есть здесь вот такими красивыми словами он просто завуалирует свое намерение, которое у него уже в тот момент сформировано. Другими словами, он хотел вам сказать, ребята, меня давно зовут на пропагандистские российские передачи. У меня никак не находилось повода, но сейчас я готов поехать и посношаться с ними. Вот я хочу сказать, я думаю, действительно, украинские патриоты и граждане Украины им объяснять не надо. Вот те, кто пытаются сношаться с Россией, неважно, как они при этом это говорят, мы это делаем без поцелуев, без любви, мы только подставляем свои булки, ну мы там на один раз, один раз не и так далее, да. Вот как бы они это ни пытались представить, это предатели, самые настоящие предатели интересов украинского народа. Таких людей нужно знать в лицо, вот посмотрите на его замечательную физиономию, и прекрасно, что есть реакция в СМИ, и осуждать его, конечно же, надо. И вообще, я еще раз говорю, ставить очень много вопросов тем, кто туда постоянно сигает за заработком в эту страну. И помните, что вот таких, как он, он прав в том, что он пишет, нас таких в Украине миллионы, к сожалению. И вот эти миллионы сейчас пытаются развернуть страну в объятия России, которая уже давно стоит с ежовыми рукавицами и ждет, когда же, наконец, она приголубит Украину. Гневных комментариев в сети очень много, то есть люди с мозгами в Украине, конечно же, есть, они все прекрасно понимают. И имейте в виду, веса у этого человека быть не должно. При органах власти он находиться не должен вот с такими мозгами. Посмотрите, молодой человек, он и при Советском Союзе-то не жил, он понятия не имеет вообще, о чем он говорит. Ему самое главное – ретранслировать вот эту позицию миллионов якобы украинцев, которые готовы на воссоединение с Россией. Все это под маркой любви к истории своей страны. Пусть придет туда к Скобеевой и там покричит о голодоморе. Вот тогда еще можно будет что-то обсуждать. А так это самая настоящая предательская гнида. Прошу запомнить его в лицо. Пока.